Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия», совместный проект Радио Рекорд и телеканала «Арктик ТВ». Я ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня начальник отдела Министерства образования науки Мурманской области Инга Цемлянская и руководитель Центра цифрового образования ITCube Юлия Щапова. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать у нас в гостях. Сегодня будет увлекательный диалог. Мы пообщаемся о Центре образования ITCube, что это такое, что он себя представляет, информационные системы, технологии творчества, то, что выведено в лид и требует расшифровки на следующие 28 минут прямого эфира. Но перед этим коротенькое отвлечение по двум важным пунктам. Во-первых, я напомню нашим радиослушателям и телезрителям о том, что «Открытая студия» выходит в прямом эфире. А это значит, что у каждого есть возможность подключиться к нашей беседе. Дозвонившись по номеру телефона 99-45-45 или отправив сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс 7, 921-708-2006. На случай вопросов, комментариев, ну и прочего сопутствующего. И второе отвлечение, о чем я вас предупредил до эфира, у нас поначалу идет дайджест новостей. Так что в следующие полторы минутки можно расслабиться, выдохнуть и послушать вместе с северянами самые важные новости касательно Мурманска и Мурманской области. Итак, губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Юрием Трутневым в Москве. Глава Заполярья заручился поддержкой вице-премьера в реализации важнейших для нашего региона проектов и инициатив. Среди них социально-экономическое развитие области в рамках стратегии «На севере жить-2030». Арктические преференции для бизнеса, уход от мазутозависимости, комплексное развитие Мурманского транспортного узла, новый мурманский проект модернизации высшего образования. Отдельное внимание в беседе было уделено продолжению в Заполярье программы «Реновации зато». Вторая новость. В этом году фермерские хозяйства региона могут рассчитывать на получение нового вида государственной поддержки. Этот грант на развитие семейной фермы. Получители гранта выберут по итогам конкурса. До 10 миллионов рублей можно получить на проекты по разведению крупного рогатого скота, мясного или молочного направлений. До 5 миллионов рублей по иным направлениям деятельности. И последняя новость. В Мурманской области впервые проходит гастроли Крымского академического театра «Кукол». Принимает артистов, естественно, наш областной кукольный театр. В рамках гастролей планируется показ 13 спектаклей на 6 площадках. В Мурманске, Североморске, Оленьгорске, Полярном, Гаджиево и Мурмашах. До 26 сентября юным зрителям и их родителям будут представлены лучшие постановки. Такие как «Тайна золотого ключика», «Принцесса и свинопас» и «Крошка енот». Но с творческими новостями мы закончили, к не менее творческим, но с добрыми информационными технологиями. И все то, что мы так сильно сейчас любим, от цифровизации до гаджетов, об этом будем общаться прямо сейчас. Итак, речь идет об IT-кубе. Я думаю, что первое, с чего бы хотелось начать, это, собственно говоря, с самых верхов. А когда мы говорим «IT-куб», что мы подразумеваем под этой чудесной аббревиатурой? Можете в любом порядке, как вам удобнее. Ну, хочется сказать о том, что 17 сентября у нас состоялось торжественное открытие первого IT-куба, который у нас находится в городе Мурманске, по адресу Папанино, 23. Мероприятие у нас проводилось в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». На него было израсходовано порядка 12 миллионов рублей, в том числе и федеральная субсидия. Вы позволите вас на одну секундочку перебить? Я был бы очень благодарен, если бы вы чуть-чуть ближе придвинулись к микрофону, потому что нашим радиослушателям вас будет очень плохо слышно. Актуальность создания IT-куба и открытия, она, конечно, обусловлена, прежде всего, ростом уровня информатизации и компьютеризации региона. Важным фактором экономического роста Мурманской области сегодня является как раз обеспеченность экономики региона инженерно-техническими кадрами, которые отвечают современным квалификационным требованиям. Предприятие и организации для сохранения своей конкурентоспособности как раз нуждаются в таких высококвалифицированных кадрах. И таким образом приоритетами социально-экономического развития Мурманской области является привлечение молодежи в техническую сферу. Поэтому, когда был объявлен этот конкурсный отбор федеральный, мы, естественно, с радостью в нем поучаствовали, победили. И вот в 2021 году мы создали первый IT-куб. Мурманской области 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 Мурманской об В этом мероприятии является министерство, а вот площадкой именно, где создано это структурное подразделение IT-куб, это у нас является наш колледж экономики информационных технологий. И не случайно он выбран, потому что это наше передовое учреждение, которое имеет не только опыт образовательной деятельности, но и реализации многочисленных профориентационных проектов, выстраивания партнерских отношений со всеми заинтересованными лицами, это как раз от общеобразовательных каких-то организаций до отдельных IT-компаний и профессиональных сообществ. И благодаря работе центра мы планируем, что не менее 400 обучающихся будут охвачены программами технической направленности, и также более полутора тысяч ребят смогут поучаствовать в различных мероприятиях, которые там будут проводиться. Вы знаете, это настолько подробный и качественный ответ, что на этом моменте, наверное, мы можем прекратить вещание открытой студии, потому что исчерпывающе объяснили. Но если на секунду представить, что мы сейчас общаемся не на том уровне, что я проверяю, насколько правильно отработан грант, а если я такой же человек, который очень молодой родитель, который услышал про IT-купы, ему очень интересно, для чего все это было сделано. Я попробую своими словами, перефразируя сказанное о вами, никоим образом не порицая качество ответа, не подумайте. Значит, была заинтересованность в том, чтобы у нас появились новые квалифицированные кадры в направлении различных профессий, которые, безусловно, востребованы в 2021 году, в 21 веке. Эти профессии, необходимость в этих специализациях, она будет только расти со временем, поэтому мы, не как это часто бывает в истории России, я сейчас даже не про Мурмас, когда мы заскакиваем в последний вагон уходящего состава прогресса, мы в первых рядах сразу же подключились к этой программе 2021 год, год старта. Тут я понял, но не совсем могу понять пока что, о каких специализациях, о каких профессиях идет речь. А аббревиатура IT, насколько я понимаю, она подразумевает именно работать с цифровыми технологиями, с компьютерами. Давайте я вам, опять, уточню, исходя из наших направлений, будет понятно, чем мы занимаемся. Во-первых, это система дополнительного образования, то есть к нам приходят ребята, начиная от 8 до 17 лет. Школьники – это наша целевая аудитория. И там они могут познакомиться с шестью ключевыми направлениями, которые мы предлагаем, связанными с теми или иными отраслями информационной технологии. Что это? Это мобильная разработка, то есть работа с мобильными приложениями на платформе Android. Далее, это системное администрирование, то есть это базовые знания о компьютере, о сетях и так далее. Это разработка VR и AR-приложений, то есть виртуальная дополненная реальность. Это основы логики и алгоритмики. С этого, в общем-то, начинается программирование. Это программирование на Python и программирование роботов. Я почти все понял. Думал, вот сейчас безупречно буду кивать на каждый вашего, но программирование на Python – это что? Это один из языков программирования. Из наиболее востребованных, в принципе, это такая, скажем так, основа программирования, то, с чего начинается, наверное, изучение языков более высокого уровня. И к нам, например, приходят многие ребята, которые уже знакомы, допустим, с робототехникой. У нас много, скажем так, кружков в этом направлении, но им не хватает базы. Вот такая база именно по программированию. Мы эту базу можем дать. Мы можем помочь детям изучить такие языки, как Python, Java – это тоже, в общем-то, язык, который входит в тройку востребованных языков программирования. Работают они также с программой Scratch. То есть это основа, азы, с которых начинается, наверное, изучение программирования. Последний бункт был связан с робототехникой. Scratch? Не-не-не, когда вы полностью перечитали «Виспектр», и я заострился на Python, был еще один. Безусловно, потому что программирование тоже, робототехника предполагает работу с языком Python. И это поможет детям, которые, например, изучат курс программирования на Python, в дальнейшем покинуть робототехнику и уже программировать роботов с использованием данного языка программирования. Как интересно. Мы говорим исключительно о дополнительном образовании, то есть не о внедрении этих курсов в какую-то систему образования на уровне уроков постоянных, которые будут проходить в каких-то гимназиях или квалифицированных. Нет, это учреждение дополнительного образования, да, то есть дети сюда приходят по своему желанию. Мы не проводим никакого предварительного отбора. Без кастингов. Без кастингов. Если ребенку интересно и он хочет, да, мы всегда рады его научить, ему показать. Если он вдруг поймет в какой-то момент, что это не его, да, вот у него, например, ну не то, что не получается, да, но неинтересно. Он может, скажем так, пойти на другое направление, если там, разумеется, есть вакантные места, и попробовать себя в другой сфере. То есть вариантов мы предлагаем множество. А ребенок может записаться сразу по нескольким направлениям? Или ты приходишь и записываешь, вот там, я занимаюсь учительными приложениями, разработка на Android, а вот там мой друг, он хочет только Python, вот изучить программирование. Таких ограничений у нас нет, но здесь надо понимать, что это ведь и загруженность ребенка. Ну, конечно, конечно. То есть у нас есть дети, которые выбрали два направления и планируют их посещать. Ну, дальше будем смотреть. Ну, вы знаете, я просто помню в своей школе, пока я занимался ничем примерно, у меня были мои товарищи, которые одновременно ходили на бокс, керлинг, плавание, чтение, риторику. И я не скажу, что это были самые счастливые дети на планете, но это был их выбор. И надо понимать, что если такой выбор вообще существует, то есть ты можешь прийти на любой профиль, на несколько профилей сразу записаться. Ну, два, наверное, такой максимальный вариант. Ну, что по логике можно потянуть. Да. У нас был мальчик, который пришел с запросом, скажем так, на три направления. Он хотел все, но мы с ним долго смотрели, разговаривали. Мальчику объяснили, где он не прав. Нет, не то, что не прав, что это будет нереально. По два часа, два раза в неделю, это вот, считайте, четыре часа, да, умножить на три. То есть это фактически такая полноценная нагрузка. Ну, просто так как все-таки это пробы, то он же может попробовать и понять, что это не его. Поэтому и может сменить направление. Это как бы реально. И вот в рамках еще, если вот образовательные проекты, как вот Юлия Юрьевна сказала, да, что это вот, например, только топ-образование. Например, если в рамках сотрудничества с какой-то школой, и им там понадобится даже, там, может быть, как внеурочная деятельность, где-то что-то доработать по своему там проекту, которым они в школе занимаются, то эту базу можно использовать, да, для всех детей. То есть это не закрытая система? Нет, нет. И тем более у нас сейчас есть и очно-заочные школы, и сетевое взаимодействие. То есть им даже, если это, например, какой-то отдаленный там наша местность, да, то им даже не надо будет приезжать, все это можно будет, тем более, я говорю, вся база есть, компьютеры, интернет, сети, все, и можно реализовывать любые проекты. Собственно, мы только начали, но я говорю, что это все, у нас еще перспектив работы уже намечено очень много, поэтому ничего никаких нет. Ну, я думаю, что мы еще, в принципе, о пуле работы и о перспективах развития мы сегодня еще успеем немножко пообщаться. Мне вот пока еще что любопытно. Те направления, которые были выбраны, почему были выбраны именно они? Была какая-то проведена определенная аналитическая работа, что и сделан список самых востребованных, и плюс именно в этом направлении, в этом сегменте у нас есть прорехи на момент времени. Ну, то есть не существовало дополнительных курсов. Здесь важно понимать, что мы это федеральный проект. Да, во-первых, это было обязательное требование федеральной документации, вот эти именно шесть направлений, плюс там мы сами могли еще что-то добавить. Добавить, да, ну у нас еще и шахматы, мы там реализуем программу дополнительную по шахматам, да, а это как бы были направления обязательные, но они совпали с нашими как бы запросами, да, и наших детей, и наших родителей, поэтому тут все очень... Насколько велик был запрос, как только сообщили о том, что все, welcome, двери открыты, а поток желающих? Ну вот если учить, что мы с первого сентября, да, вот так, кинно начали набор, да, то сейчас на данный момент у нас уже 184 человека. И каждый день примерно на 10 заявок у нас количество увеличивается. Вы смотрите, как получается, вы сказали, что никакого кастинга отбора нет, и в день там условно по 10 заявок, а вам придется надстроечку уже делать к помещению как-то, или каким образом такое количество учеников? У нас достаточно большое помещение, мы сейчас хорошо все, скажем так, помещаемся по расписанию, в принципе, у нас еще есть определенный резерв, то есть мы планируем, наверное, уже в этом году количество групп увеличить, да, вот мы сейчас планируем открыть еще одну группу по направлению VR и AR, и планируем открыть еще одну группу по робототехнике, программированию роботов. Мне безумно не хочется останавливаться ни на секунду, потому что безумно увлекает эта тема, но мы с вами должны прерываться ненадолго, буквально на полтора минутки на рекламную паузу. После течения этих полтора минут продолжим нашу с вами беседу, я порекомендую не переключать FM-волну и свой телеканал тем, кто присоединился к нашему вещанию. Продолжает говорить, показывать открытая студия, совместный проект радио-рекорты, телеканала Arctic TV, я ее ведущий Николай Дукмас, напомню, в гостях у нас сегодня Инга Цемлянская и Юлия Щапова. Мы общаемся о центре образования IT-куб. В первой половине программы, я думаю, что не только я, но и многие наши зрители и слушатели остались невероятно заинтригованными, услышав те направления, в которых осуществляет работу IT-куб. И у меня, естественно, возник ряд дополнительных вопросов, которые я уже перекинул на вторую половину программы, мы были вынуждены прерываться на рекламную паузу. Вот что хотелось бы узнать. Люди, которые осуществляют там непосредственно свою деятельность в качестве преподавателей, это наши мурманчане или жители области, которые прошли дополнительные квалификационные курсы, или мы привлекли специалистов со стороны? У нас есть свои прекрасные специалисты. Большинство наших преподавателей – это выпускники Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Есть студенты нашего Мурманского арктического университета. То есть мы уже, в общем-то, работаем с молодыми кадрами, и самое главное, что им это интересно, у них глаза горят, и они готовы учиться. Они все прошли обучение в Академии просвещения. Это обязательно условие нашего, скажем так, координатора федерального. То есть они понимают, что это за проект, они понимают систему требований, ну а в знаниях их нельзя сомневаться. Они все прекрасные, увлеченные, творческие, молодые, ну и уже опытные, об этом тоже можем говорить. Я так полагаю, у вас там удивительно много оборудования. Если мы говорим о создании, скажем, приложений, там будь то игры или какие-то технического характера приложения для смартфонов, мне кажется, что очень много аппарата здесь не потребуется. Ну там мощный компьютер, безусловно, какие-то, может быть, дополнительные моменты. Есть смартфоны, планшеты, да. Да, 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 да. Но VR-технологии, и опять же, я просто могу быть далек, то есть как обыватель, я-то представляю, что это такой там шлем очки, наделаю и получаю стеки восторг. Но именно создание, оно требует, наверное, не какого-то дополнительного, обязательного оборудования. Ну, безусловно, это программное обеспечение, да, на каждого ученика установлены те программы, которые позволяют им изучать основы 3D-моделирования. Мы приобретаем сейчас камеру на 360 градусов, которая позволит нам делать съемку фото и видео, ну и VR-очки. То есть всем, в общем, там хорошо знакомы, и все это, безусловно, у нас есть. Оборудование у нас хорошее, и, в принципе, все, что необходимо для занятий по этому направлению, у нас, безусловно, есть. То есть ученики, дети, они будут сами создавать, потом они могут уже сами тестировать. Безусловно. Да, мы это планируем, да, вот как раз сейчас мы только-только, что называется, приступили. У нас большие планы, не будем этого скрывать, да, мы уже планируем в рамках проведения фестиваля WorldSkills Junior, да, возможно, провести направление мобильная разработка. Да, мы пока сейчас как раз этот вариант рассматриваем. Мы планируем участвовать в подобных соревнованиях, то есть я думаю, что у нас такие большие перспективы. И вот, например, уже сейчас мы не заключили еще пока официальный договор, но, скажем так, уже имеются устные соглашения о создании, например, совместного проекта со школой. У нас есть 56-я школа, на базе этой школы есть музей Мурманского краснознаменного пограничного отряда. И им поступали запросы о том, что хотелось бы познакомиться с экспонатами, да, от тех людей, родственников которых воевали здесь, но, к сожалению, люди не могут приехать в Мурманск. Дайте угадаю, речь идет о создании виртуальной экскурсии. Совершенно верно, виртуального музея, мы думаем, что это будет наш такой первый проект именно для направления VR. Очень интересно. Изначально говорили о том, что вся эта необходимость, вся задумка пошла от большого федерального проекта. У меня, в общем-то, есть приписка «Цифровая образовательная среда». В рамках федерального этого проекта. И некоторые его лейтмотивы подразумевают о том, чтобы воспитать и научить еще больше кадров специалистов в различного рода направлений, которые будут развивать и продвигать свой регион в том числе. А вот в связи с этим любопытство у меня такое, когда мы говорим о профильном образовании, которое получат ученики, выпускники IT-куба. Я вот не до конца понимаю, как они именно здесь у нас себя смогут применить. Ну, то есть, можно находиться в Мурманске и заниматься работой, ну, например, разрабатывать приложения для московского филиала Яндекса, к примеру. Там, или вообще работать с Кремлевой долиной, если ты там, ну, просто великолепный специалист. Такие примеры есть, их очень много по всему миру. А в чем плюс базироваться в таком случае будущему специалисту в Мурманске? У нас будут развиваться какие-то направления, где будущий ученик теоретически сможет устроиться у нас на работу с новой квалификацией? Ну, во-первых, смотрите, мы на базе Мурманского колледжа, да, экономики, информационных технологий. То есть, если будет такой запрос от ученика, то это и возможность дальнейшей профориентации, да, он может стать студентом колледжа, вуза и дальше, в общем-то, найти здесь свое применение. Но уже не зеленым прийти, а уже матерым. Да, да, у него уже есть хорошая база, отличная база. Потом, например, вот у нас сейчас в городе огромная потребность в системных администраторах. Просто многие организации об этом говорят. Наши дети приобретают базовые навыки, и они уже могут понять, например, что это станет основой их дальнейшей профессии. То есть, мы даем азы, скажем так, профессии, в том числе профориентационная работа, это тоже часть нашей деятельности. Я вас понял. А сколько длится обучение? Большинство наших программ сейчас, в этом году, ориентировано на 144 часа. То есть, это программа на один год. В следующем году мы планируем для этих детей, которые уже обучаются сейчас, программы продвинутого уровня. Далее, ну, наверное, мы будем смотреть по запросу. Возможно, они захотят сменить направление, попробовать себя в чем-то другом, допустим, да, освоить там другой язык программирования. Мы под это тоже можем разрабатывать новые программы. Планируем и реализацию краткосрочных программ, возможно, совместно с образовательными учреждениями. Ну, пока это вот так, в стадии, скажем так, разработки. Но в теории, по завершении 144 часов, выпускник, там, неважно, 8 ему или там 17 лет, ну, вот в этом промежутке, о котором мы говорили, выйдя из эти куба, он уже самостоятельно в том направлении, которое он выбрал, которое ему понравилось, он уже может осуществлять какую-то базовую деятельность в нем. Ну, определенную деятельность, конечно. Там, программный код, ну, вот это программирование, создание каких-то приложений, работа с Вяром. То есть, я имею в виду, это не только теория, но и практика постоянная. Безусловно, да, все наши программы, они предполагают постоянные практические занятия. То есть, набор теорий, он есть, но они всегда что-то пробуют. Сейчас все современное образование, в принципе, оно предполагает такую огромную практическую направленность. То есть, даже малыши, которые у нас сейчас занимаются по направлению логика и алгоритмика, они изучают скретч. Вот на основе этой программы, на основе этого языка, извините, программирования, мы можем создавать, например, мультфильмы. И уже после первого-второго занятия они создают свой небольшой мультфильм. Там котик начинает ходить, бегать за мышкой и так далее. То есть, у них уже есть свой, скажем так, пусть маленький, но продукт. И они этот результат видят, а для современного ребенка свой результат видеть, это очень важно. Понимать, куда я иду, к чему я иду, и что это мне в итоге дает. Я с вами полностью согласен. А вот еще такой вопрос. Вот я вас сижу, слушаю, мне, к сожалению, не 8 и даже не 17, а мне тоже очень хочется, чтобы мой котик через пару-тройку занятий пошел. И я к тому, что я такой не один, наверняка многие люди в большей возрастной категории тоже бы хотели. Вы знаете, практически все родители, которые к нам приводят своих детей, говорят, где вы были раньше. Мы бы тоже занимались. На самом деле, мы сейчас смотрим опыт кубов в других регионах. Мы видим, что там есть такие, ну, не занятия, а есть мастер-классы для старшей аудитории. Мы, возможно, тоже пока вот у нас такая идея есть, и мы планируем какие-то мероприятия. Пока как мысли в голове. Топ образования для детей – это все-таки вторая половина дня. У нас как бы есть потенциал первой половины, поэтому, возможно, да, да. Мы еще в начале пути, поэтому перспектив много, поэтому будем сейчас. А мы одни из первых в том же списке среди других кубов, которые открылись. То есть сейчас одновременно идет развитие. Вы общаетесь с коллегами, взаимодействуете? Безусловно, мы дружим со всеми коллегами, активно общаемся через социальные сети, обмениваемся какими-то идеями. Сейчас вот, например, мы запустили конкурс слоганов, который посвящен открытию нашего центра, и предложили принять участие всем IT-кубам по России. Думаю, что это будет интересная практика, и они нас позовут для участия в своих конкурсах, и таким образом мы будем еще активнее взаимодействовать. Ну, давайте сейчас снова вернемся к тем зрителям, которые расстроились после того, что для взрослых пока еще нет перспектив никаких занятий, но они уже посматривают в сторону того, чтобы заинтересовать своего ребенка вот этим, на мой взгляд, крайне необычным, действительно очень востребованным направлением. Как связаться, как записаться? То есть сентябрь месяц, может уже стоит хвататься за голову, ай, мы пропустили, теперь ждать следующего года? Ну, во-первых, ждать никогда не надо, надо пытаться что-то делать всегда, да, потому что мы открываем новые направления, у нас уже сейчас, конечно, практически полная запись, но места еще есть. У нас есть места на направлении VR, AR, у нас есть места по направлению мобильная разработка и системное администрирование. Мы недавно открыли несколько новых групп, и поэтому там есть достаточно 5-6 мест в некоторых группах еще есть. Плюс, как я уже говорила, мы планируем дополнительную группу по робототехнике, но и потом важно понимать, что бывают разные ситуации. Ребенок может уйти в середине года, например, да, он понял, что не может совмещать несколько направлений, да, то есть мы в любом случае будем объявлять до набора, если такая, ну, потребность возникнет. Поэтому надо просто за нами внимательно следить, скажем так, в социальных сетях, у нас есть своя группа ВКонтакте, IT-куб Мурманск. Сейчас стоит добавить, подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик. Просто всю самую актуальную информацию мы сразу выкладываем. Как только появляются места, да, новое направление открывается, мы сразу все публикуем. То есть это вся открытая информация, и всегда ее можно увидеть. Но на момент времени пока еще есть несколько свободных мест. То есть вы как-то обозначите контактные данные или просто искать IT-куб Мурманск через поисковики? Ну, мы можем оставить контактные телефоны администратора. Мой телефон, да, можно всегда звонить. Мой телефон 911-340-05-21. Легко запомнить. Да, наш заведующий по учебной работе Александр. Александр навсегда ответит на любые вопросы, касающиеся содержания обучения. 911-340-05-84. Последний вопрос, который мы успеем, их на самом деле просто миллион, но я смотрю, что у нас осталось уже чуть меньше минуты, которые стоит озвучить все-таки для всех заинтересовавшихся. Насколько доступно это обучение с точки зрения необходимости докупки какого-то оборудования домой или, в принципе, оплата курсов и так далее и тому подобное. Это бесплатное обучение абсолютно, ничего не списывается с сертификата. И все оборудование, которое необходимо для занятий, у нас есть. Вот, ну вы понимаете, почему я это спросил. Потому что, например, все мы любим спорт, но знаем, что там тот же хоккей, это достаточно ресурсозатратно с точки зрения покупки все необходимой амуниции для ребенка. Хотя это не говорит о том, что заниматься спортом это плохо, спорт это отлично. Вот, но нам нужно знать, и это здорово. То есть мы говорим о абсолютно бесплатном обучении. Наверное, одних из самых перспективных направлений, которые только можно сейчас представить. И теперь у нас в Мурманске это доступно для детей. И даже еще есть места. Да. Потрясающе. Остается только действительно поставить колокольчик, лайк и подписаться, следить за развитием событий. И невероятно интересно посмотреть на то, в каком направлении будет двигаться проект дальше. Я понимаю, что у вас сейчас очень много задумок, планов. Часть из них уже, скажем так, на этапе реализации, часть на этапе обсуждения договоров. И полагаю, что еще не раз в рамках открытой студии мы будем обсуждать IT-куб с его новыми успехами и интересными решениями. Спасибо вам большое. Пожелаем вам чудесных выходных дней и отличного настроения. Спасибо. Всего доброго. Открытая студия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok